Сегодня по всей стране стартовало единое национальное тестирование. В 8.30 по времени Астаны выпускники казахстанских школ явились в экзаменационные пункты, где им предстояло пройти, пожалуй, самый важный в школьной жизни экзамен. По информации Министерства образования, в этом году 120 тысяч учеников закончили обучение в школах из 70%, и из этого числа подали заявки на сдачу ЕНТ. Наши корреспонденты весь день следили за ходом тестирования и уже готовы рассказать о нововведениях в экзаменационной программе и какие вопросы ожидали без пяти минут студентов. Сегодня все внимание приковано к выпускникам казахстанских школ. 2 июня для них волнительный и, несомненно, важный день. В республике стартовало единое национальное тестирование. Ранним утром у порога экзаменационных пунктов выстроились очереди из абитуриентов. В течение предстоящей недели порядка 4 тысяч учащихся столичных школ опробуют свои знания на экзамене жизни. Волнение сегодня так и витало среди толпы выпускников. Не меньше переживали их родители. В руках у абитуриентов бутылки с водой. Утро выдалось жарким. На случай непредвиденных ситуаций рядом дежурила карета скорой помощи. Не теряли времени даром и представители местных вузов, завлекая молодежь в стены своих альмаматор. Поддержать ребят в один из корпусов Евразийского национального университета приехал министр образования и науки Аслан Саринджипов. Глава профильного ведомства порекомендовал ребятам не волноваться, а спустя минуту в одной из аудиторий снял пломбу с экзаменационных заданий. Стоит отметить, что в этом году было обновлено примерно 20 тысяч вопросов, большая часть из которых рассчитано на логическое мышление. Что касательно других нововведений, то отныне средний балл, выставляемый в аттестат, будет зависеть от результата ЕНТ и годовой оценки учащегося. Без явных проблем и по графику единое национальное тестирование проходило и в Алматы. В городе экзамен сдавали чуть более 6 тысяч человек. Нет просто волнений, все, уверен в себе и все, идем вперед. Сколько баллов рассчитываете? Строго 125. Довольно-таки спокойным оказался день и для работников скорой помощи. Одна девочка обратилась, потому что тоже валерьяночки как успокаивающие примет. А так все остальное благополучно. Абитуриентов, как и в прошлые годы, члены экзаменационной комиссии подвергли тщательному досмотру. Несмотря на ранние заявления Министерства образования, что использовать спецсредства на экзамене запрещено, пропускающие изъяли десятки мобильных телефонов. Однако тайно пронести мобильные устройства выпускники не пытались. За ходом единого национального тестирования в Паладале следил мой коллега Илья Рыбин. Илья, были ли зафиксированы какие-либо нарушения у вас? Да, Марат, в Павлодарской области обошлось без происшествий. Серьезных нареканий к абитуриентам не было. Но несколько выпускников вызвали подозрения частыми походами в уборную. Однако шпаргалок при них не обнаружили. Психологи работали до проведения ЕНТ. В принципе, в каждой школе практически была организована работа психологов с детьми для того, чтобы снять стресс, нервное напряжение у детей. У нас в Павлодарской области проходило ЕНТ всегда нормально, без каких-либо нестандартных ситуаций. Я думаю, что и в этом году пройдет ЕНТ точно так же спокойно, как и в предыдущие годы. Родители тоже себя чувствовали вполне комфортно и не создавали проблем. Их вообще разместили в другом здании, где они смогли смотреть на своих детей в режиме онлайн. В аудиториях были установлены камеры видеонаблюдения. В прохладном зале на большом экране сотни родителей впервые смогли увидеть, что на самом деле происходит в аудиториях во время сдачи ЕНТ. Конечно, да, большой плюс, что вот эти камеры, мы стоим не на улице в такое пекло, как говорится, да, сидим в зале, спокойно смотрим, где-то увидели своего сына, обрадовались. На протяжении трех с половиной часов за абитуриентами следили не только наблюдатели. Несколько экспертов просматривали видеозаписи из тех самых камер видеонаблюдения, чтобы выявить нарушителей. Несколько студентов закончили тестирование раньше отведенных трех часов. Один из абитуриентов заверил, что вообще справился с заданием за час до окончания тестирования. А вот успели ли дети уложиться в срок в Усть-Каменогорске, спросим у Индиры Какимовой. Илья, за три часа все выпускники успели ответить на вопросы. Но вот выходить с тестирования начали с опозданием из-за особенностей организации. Ну, мы просто чуть немного позже начали, нас долго запускали в аудиторию. Зато ни слез, ни жалоб. В отличие от прошлого года, сдавшие ЕНТ выходили хоть утомленные, но спокойные. А некоторые не скрывали своей радости. ЕНТ вообще хорошо прошло по требованиям, но сдали. Думаю, где-то баллов 124-125. У всех, что было в голове, то и выложили. Вопросы были нормальные, как вот сдавали, пробные. Так что все было знакомо. Зато организаторы, похоже, переволновались больше абитуриентов. Для того, чтобы узнать свои результаты, выпускникам даже не придется выходить из дома. Баллы, набранные на ЕНТ, можно посмотреть на сайте центра тестирования. В качестве пароля, используя свой ИИН. Такое нововведение ученики считают удачным. И теперь не придется толпиться у стендов, а результаты можно узнать в кругу близких людей. Первыми сегодня сдали ЕНТ около 20 тысяч выпускников из Астаны, Алматы, Шимкента, Козелорды, Павлодара, Усть-Каменогорска и Тараза. Пройти через это испытание предстоит еще 67 тысячам абитуриентов. Завтра свои силы попробуют в Костанае, Караганды, Талдыкургане и Семее. Всего по стране работают 165 пунктов сдачи ЕНТ. Тестирование будет проходить в несколько потоков и завершится 8 июня. И уже завтра с утра недовольные своими результатами дети смогут подать заявление в апелляционные комиссии. Индира Кокимова, Кирилл Ефремов, Информбюро, Усть-Каменогорск.